Воды целый Байкал и как раз на нем сотни туристов рисковали жизнью и здоровьем. По крайней мере те, кто отважился отправиться на прогулочном теплоходе по Байкалу. Ведь практически все такие суда небезопасны. Доказательства прямо сейчас. Семь футов под килем, полный вперед и уже через полчаса на горизонте появился туристический теплоход. Проверка таких судов сегодня главная задача сотрудников речного надзора, регионального ФСБ и полиции. Как выяснилось, этот корабль – бомба замедленного действия. В нем находится газовый баллон. Вот здесь вот. Видно, да? Но в каком состоянии к нему швань придется? Вот это даже здесь чувствуется запах газа. И видно, что вот он отсюда выходит. Любая спичка, искра достаточно. Судно взлетит на воздух. А здесь же салоны, здесь же находятся люди. Которые в случае ЧП могут оказаться в воде. Сейчас ее температура в Байкале 11 градусов. В таких условиях человек может выдержать максимум 10 минут. Судовладельцы об этом знают, но все равно не соблюдают важные правила. Самое распространенное нарушение – перегруз судна. Корабль «Иркутск» – отличное тому подтверждение. Капитан сам не знает, сколько пассажиров можно перевозить на теплоходе. 36, у него. На каждом судне было в 2-3 раза превышение норм пассажировместимости. Допустим, на теплоходе «Иркутск» 74 пассажира находилось. При пассажировместимости установлено 36 человек. А спасательных средств индивидуальных было только для 40 человек. Если все пассажиры вдруг решат перейти на один борт, судно просто перевернется. Кстати, у капитанов всех проверенных теплоходов не оказалось разрешения на перевозку туристов. Почему судно осуществляет деятельность без лицензии? То есть, возит людей по Байкалу, да? Почему так получается? Денег охота заработать. Заработать, не обращая внимания на безопасность. Цены на круизы по Малому морю начинаются от полутора тысяч рублей. А значит, чем больше пассажиров на борту, тем выгоднее судовладельцам. За все эти нарушения они могут лишиться свободы на срок до двух лет. В ближайшее время результаты проверки передадут следователям. Но все же особое внимание стоит обратить на то, что за целый день ни одного полностью безопасного судна так и не обнаружено. А это, согласитесь, вызывает тревогу. Евгений Шоев, Андрей Назаров. Новости по будням. Продолжение следует...